Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания к галатам святого апостола Павла, глава 4, стихи с 8 по 21. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня, знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушением моего во плоти моей, не возгнушались им, а приняли меня как Ангела Божия, как Христа Иисуса, так вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразился в вас, Христос, хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение апостола Павла Галатом, и апостол Павел говорит, продолжает, вернее, свой тезис о том, что Галаты откатились в своем богопознании на очень много шагов назад. И отклонились, потому что начали слушать лжебратьев, начали подпадать под проклятие закона опять. Помните, мы в прошлый раз, когда читали, позавчера послание Галаты, мы читали с вами третью главу и говорили о том, что вот был некий зазор, было обетование Аврааму сначала, потом был закон, и потом было пришествие спасителей. Вот закон был как некий буфер, как некий детоводитель, как говорит апостол Павел, ко Христу. Он от Авраама ввел людей, дабы они не заблудились, не заплутали, пока не придет Мессия, ко Христу. Но когда пришел Христос, пришло новое вино и новые мехи. Поэтому нужно было по-новому взглянуть на отношения Бога и человека, и это было действительно, ну, я не люблю это слово, но оно здесь очень подходит, революционно. Оно действительно кардинально поменяло отношения между человеком и Богом, и это было многим непонятно. Они не восприняли Христа. Они захотели жить в старой парадигме отношений, в старых условиях. Соответственно, апостол Павел и говорит об этом, что вы откатились назад, но тогда, не знав Бога, вы служили Богам, которые в существе не Боги, в существе. То есть это было идолопоклонство. Они служили чему? Вспомним такие критерии язычества. Они служили стихиями мира. Это все происходит из философии, но философия в своих вопросах, она коренится в глубоко религиозных вопросах, которые дошли до нас не письменно, а интуитивно в существе человеческом. Философия возникла тогда, когда человек получил возможность меньше трудиться из-за изменений в различных аспектах. То есть появились более совершенные орудия труда, появились, быть может, новые климатические условия и так далее. То есть много факторов сложилось так, что у людей появился досуг. Они стали более глубоко размышлять над религиозными вопросами о первоначале мира, кто этот мир создал. И в греческой философии это было изначально на заре античной философии греческой. Это были различные философы, которые предполагали, что же было началом мира. И искали так называемое архе, то есть первопричина. Это было... У кого-то это была вода, земля, огонь и так далее. Четыре стихии. Вот люди поклонялись этим стихиям. То есть это религия и философия, они всегда между собой переплетены на самом деле. Кто бы что ни говорил и как бы не ухищрялся. Религиозные вопросы, они лежат в основе любого философского дискурса. Поэтому они искали первопричину, поклонялись этим первопричинам, поклонялись бездушной материи, стихиям природы и так далее. И апостол пишет об этом прямо ныне же, познав Бога или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? К этим началам, к этим архе. Зачем возвращаетесь к этой философии, которая не приведет вас ни к чему? И хотите еще снова поработить себя им? То есть поработить себя вот этим вещественным началом? Астрологией в том числе и так далее. Поработив себя творению вместо Творца. Наблюдая эти дни, месяцы, времена и годы. Вот сюда можно и астрологию включить, сюда можно включить на самом деле и различные праздники иудейские, потому что для иудеев было очень важно в конкретный месяц, в конкретный день вот четко-четко праздновать то или иное событие. Посмотрите на христиан. Настоятельно рекомендую, кстати говоря, 10 стих 4 главы, посмотреть толкование святителя Феофана Сотворника, как он описывает и толкует данный стих. Было очень важно для язычников и для иудеев на самом деле вот четко соблюдать все праздники в нужное положенное время, в нужный час и так далее. Христиане к этому относятся гораздо проще. Мы видим, что даже сейчас у нас есть разные календари, есть разные традиции, и в разное время, даже еще до раскола церквей, люди жили по разным календарям церковным и даже по-разному праздновали Пасху. Это было еще до Первого Вселенского Собора, это были споры, когда люди приходили и спорили о дне празднования Пасхи и так далее, но в итоге они вместе отслужили литургию и разошлись, каждый оставшись при своем мнении. Это исторический факт, который говорит о том, что сознание раннехристианской общины было настолько глубокой, настолько христоцентричной, и они понимали, что календарь – это важная вещь, но она не антологическая, что на самом деле нет ни одного идеального календаря. Но есть традиции, которые мы должны следовать. В то же время мы видим, что праздники сначала были одни, потом они расширяются, появляются новые праздники церковные, это замечательно, потому что это показывает как раз-таки живую динамику отношения человека и Бога в Новом Завете. Мы видим, что сначала был один праздник, потом он разделяется, и получается Рождество и Крещение, ведь изначально это был один праздник, а потом разделяется. Разделяется он и переносится Крещение чуть дальше. Затем мы знаем, что в книге «Деяния» описывается Пятидесятница, и мы знали, что был праздник Пятидесятницы и Вознесения, это был изначально один праздник, а потом он разделяется. И для христиан, для нас с вами, это не является какой-то трагедией, а для иудеев и язычников это была бы трагедия, потому что они, наблюдая дни и месяцы, они подчиняют себя течению каких-то природных циклов. Мы же свободны от них в своем теологическом дискурсе, хотя в своей повседневности мы от многих вещей зависим, мы все. Соответственно, мы зависим от дня и ночи, от климатических условий, еще чего-то, но в своем теологическом дискурсе, в своем богословии, в своем поклонении Бога мы от этого не зависим. Соответственно, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. Апостол Павел говорит, что я пришел к вам и трудился у вас, чтобы вы отошли от этой зависимости от природных стихий, именно богословской зависимости. Но дальше он пишет о том, что я помню, как вы отнеслись ко мне, с какой искренностью вы отнеслись ко мне, и я сейчас нахожусь в муках рождения, то есть он заново трудится, и этот труд очень тяжелый, похожий на роды, да, и вот эти мучения рождения, но он готов в заново их претерпеть, чтобы галатийцы опять вернулись на путь истины. И апостол взывает к их благоразумию и заново довольно-таки, ну не импульсивно, а эмоционально, я бы так сказал. С одной стороны, интеллектуально, очень богословски насыщенно, с другой стороны, очень душевно, эмоционально. Апостол Павел обнажает свою душу, свою любовь к галатийцам и показывает свое стремление обратить их к истинному поклонению истинному Богу. Поэтому, дорогие братья и сестры, и мы давайте не будем поклоняться неразличным астрологиям, неразличным гороскопам и всей прочей ерунде, уж простите за мне такое простое слово, не совсем даже приличное, но говорю как есть. Мы должны поклоняться истинному Богу и не зависеть от природных стихий в нашей жизни, именно в нашем богословии, в нашем поклонении Бога, в нашей вере. Поэтому будем молиться и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч!